Всем привет! Это второй урок по программированию на языке Луа в Roblox Studio. Сегодня я расскажу про то, как сделать переправу с подляночкой. Будем программировать сегодня, но сначала маленький лайфхак. Вот посмотрите, у нас стоит блок, неплохой блок, нужного размера. Я хочу изменить его форму, не пересоздавая блок. Что мы делаем? Выбираем блок. Вот у меня окошко Properties, это значит свойства. Листаем вниз и находим Shape. Shape это форма. Мы можем блок, кубик наш, параллели пипет, превратить в шар или цилиндр. Иногда вам это может очень пригодиться. Например, деталь уже стоит на своем месте, а вы хотите изменить ее форму. Также лайфхак, вы наверное уже видели в других уроках, мы можем изменить, сделать нужные размеры в стадах. Стад это, помните, это вот этот вот штыречек, в которых измеряется все в этой, в Roblox. Вот это размер 1 на 1 на 1 стад. Если мы сделаем, например, 10 на 2 на 2. И получилась длина, длина 10 стадов, высота, ширина 10. Так, ладно, хватит с этими лайфхаками. Вот здесь у меня заготовочка. Простые блоки, никаких у них скриптов нет. Я закрепил вот этот блок и другой блок. И вот этот блок анкором. И залочил их. Помните, как это делать? Выбираем блок. И в модели можем выбрать. Анкор, если мы ставим якорек, то эта вещь не будет никуда падать. А лог просто не будет выделяться мышкой. Например, вы уже отладили, сделали нужную деталь. И не хотите больше, чтобы она мешалась вам для редактирования в дальнейшем. Так, давайте посмотрим, что наша заготовка делает. Я, наверное, не все вам рассказал. Что мы просто блоки. Да, мы видим блоки. И видим, что у нас какой-то... Так, давайте посмотрим, что же я там сделал. Под этим блоком находится еще один маленький блок. Давайте его посмотрим. Так, Select. Нажимаю клавишу F, чтобы быстро в центре экрана оказалась деталь. В общем, это обычный цилиндр. Видите, он закреплен анкором. И верхняя поверхность, сверху, топ поверхности, на нее поставлен мотор. Вот таким способом. Мотор. Так, что же я хотел сделать? Я хотел сделать переправу через пропасть. Так. Давайте еще раз запустим. Все ли работает? И я вам расскажу про переправу. Смотрите. Пропасть, пусть этот Base Plate, мы потом Base Plate удалим. Вот это вот поле мы удалим. И нам нужно будет персонажа переместиться с этой платформы на другую платформу, через мост. Но я хочу, чтобы мост не вращался. Не вращался изначально. Так. Что-то я смотрю, у меня тут покатилось. Так, ладно. И персонаж, по-моему, не там начинает свой путь. Ладно, тогда поставим спаун. Не хочу такого ядовитого цвета. Сделаем потемнее. Коллижен отключаем, для того, чтобы я его мог утопить. Вот в этой платформе немножко. Так. Привязку к движению в один стат я отключаю, чтобы я мог его чуть-чуть выдвинуть над землей. Так. И посмотрим, как у нас персонаж появляется. Где он и куда смотрит лицом? Так. Он лицом смотрит назад. Разворачиваем наш этот стат. Разворачиваем. Так. Все отлично. И еще у нас вот эта вот деталь, которая должна служить кнопкой, она у нас укатывается. Так. Ну, давайте я ее закреплю. Просто закреплю, не будем тратить время. Так. Все отлично. Что мне не нравится? Что мост вращается. Мост должен стоять на месте. Но дело в том, что когда вы ставите мотор, мотор начинает вращать ту деталь, которая на этот мотор насажена. Итак, чтобы этого вращения по умолчанию не подходило. Кстати, посмотрите, я как хорошо назвал все детали. Детали, которые не играют никакой роли. Они так и остались. С названием Part. Деталь. Мост я назвал. Мост. Кнопка для моста там осталась. Под мостом. Вот эта деталь называется под мостом. Давайте посмотрим, что в ней. Что в ней. В ее свойствах можно сделать. У нас нужно уже не Surface, а Surface Inputs. Скорость вращения мотора. Вот, кстати, можно посмотреть. У нас же 6 сторон у наших деталек. И вот сразу я вижу здесь новый Inputs. Значит, ничего не подключено. Мотора нет. Мотора нет. Оп. А здесь какой-то стоит мотор. Вот этот параметр. Это парам B. Он как раз отвечает за скорость движения мотора. Вот давайте я поставлю 0.1. Поменьше. Поменьше число. Давайте посмотрим. Мостик наш стал медленнее вращаться или нет. И вообще, я его сейчас хочу остановить, чтобы он не вращался. Я туда 0, наверное, поставлю. Да, видите, медленнее начал вращаться. Так, идем в этот же параметр. Параметр внизу. Вот он. Ставим 0. Пусть не вращается. Так, давайте теперь вернемся. Теперь приступаем, наверное, к программированию. Я хочу, чтобы эта кнопка, когда мы ее трогаем, точнее, например, ее толкает наш герой, чтобы она включила движение моста, включила мотор. Так, ну давайте скрипт нашу программу будем писать вот здесь. Server Script Service правой кнопкой Insert Object Script. Вот у нас появился скрипт. Hello World я пока не буду удалять. Так, добавляем. Да, давайте удалю. Так, что же нам нужно делать? Смотрим. А, ну давайте сначала сделаем функцию, которая будет останавливать... А, не будет останавливать, которая будет раскручивать мост. Потому что сейчас он у нас стоит. Смотрите, вот я запускаю. Мост не вертится. Как перебраться через... Как вертится? Что-то не то. Так, непорядок. Где у нас там этот паран? Так, может, это тоже нужно изменить? Странно, конечно. Так, а подождите. Вот, вот что нужно проверить. Поднимаем эту деталь вверх. Смотрим, на какую... На какую поверхность у нас мотор подключен. Так, я, наверное, вам уже показывал, как смотреть. Да, выбираем на левую. На левую. На левую. Ну, на левую. И у меня здесь... Ну, лист стоит. Все нормально. Так, давайте сейчас посмотрим. Я еще забываю сохраняться. Можно иногда save нажимать. File save. О, мост стоит. Так, ребят. Мост стоит, потому что я его назад на наш мотор не поставил. Вбираем мост и его двигаем назад. Так, не забываем. Collisions включили, чтобы он... Вот. Насажен на этот шпиндель. Все отлично. Так. На самом деле, может быть, я зря на цилиндр его поставил. Дело в том, что... Да. Дело в том, что у нас цилиндр появляется... Я с некоторым нюансом еще не знаком, к сожалению. Так, давайте. Он назывался у нас под мостом. Создаем детальку, которая будет под мостом у нас. На ней будет наш мост находиться. Так. Я опять включил выравнивание по стадам. Так, теперь здесь делаем surface мотор. Ставим сверху. Так. Так. Ну, вроде бы нормально. И давайте мостик опустим. Так, тоже. Привязку к сетке я отключил. Давайте посмотрим, чтобы он хотя бы вращаться начал. А, я забыл прив... Ага. Так. Что-то вообще... А, понятно. Так как верхняя часть тяжелее, мотор начинает вертеться как колесо. Давайте мы его привяжем. Давайте мы его привяжем. Выделен мотор. Так. Мы его анкором привязали. Переименовываю. Под мостом назову его. Под мостом. Под мостом. Так. Теперь в этот под мостом идем. Смотрим, где у нас. Вот. Топ парамбы. Делаем 0. Так. И запускаем. Ну, отлично. Мост не вертится. Так. Что-то мне не нравится, что наш... Апа. Понятно. Я эту кнопку закрепил. Зато из нее столб, на котором держится наша кнопка, выскочила. Ладно. Объедню их таким способом. Не буду объединять. Я, точнее, тоже анкор сделаю. Все отлично. Итак. Мост не вертится. Что я хочу сделать? Теперь какая программа у нас? Вот у нас есть кнопка. Я должен эту кнопку нажать. Кнопка на мост. Вот она у нас называется. Кнопка на мост. Если я ее нажимаю, то мост начинает медленно вращаться. Я могу запрыгнуть на этот мост, перебежать на другую сторону. Отлично. Так. Вот у нас есть скрипт. Итак. Пишем функцию. Назовем ее так. Local. Точно так же, как переменную объявляете. Пишем Local. Пишите и перед функцией. Local Function. Function. Придумываем имя для нее. Например. Крути мост. Крути мост. Не забываем скобка-скобка. And сам подставился. Так. А как крутить мост? Помните, я рассказывал в первом уроке, что вот этот Explorer, это как будто он рассказывает, не рассказывает, а показывает, что в нашем месте, Place, находится внутри рабочего пространства. Это как папка большая. Так. У нас тут лежит камера, лежит какая-то местность, лежит спаун, точка спауна, где человечек, Baseplate, вы с ней знакомы какие-то части. Видите, это все в папке лежит. Как добраться до под мостом? Нам нужно добраться до под мостом, чтобы мы могли скорость мотора задать. А добираться вот так. В первом уроке я вам сокращенную версию писал. Давайте писать здесь не сокращенный. Game. В Game, ну, внутри нашей игре, находится Workspace. Вот он, здесь Workspace. Прямо нам помогает сам редактор. Начинаю одну букву печатать, он сразу подсказывает. Напечатал точку, мы можем даже выбрать, что у нас здесь находится. А здесь находится у нас под мостом. Под мостом. Еще раз точку нажимаем, и у нас есть параметр, который мы сделали нулем. Top в парам B. Top, это потому что верхняя часть нашего параллелепипеда, нашего кубика. Топ. Если бы у нас мотор где-то справа был прикреплен, ну, мы бы тогда вот этот параметр меняли. Если слева, вот этот. Если спереди, ну, и так далее, вы понимаете. Так. И параметр этот называется, скорость которой мы... Top в парам B. Мы и так и печатаем, и пишем Top в парам B. Это не функция, это переменная. Видите, здесь внутри какое-то число находится. А мы давайте вместо этого нуля занесем туда число, ну, например, 0.1. Я в этом уроке уже показывал, что 0.1 довольно быстро начинает вращать мост, и мне кажется, на него можно успеть запрыгнуть. Давайте запускаем. Все сейчас будет круто. Только я никаких кнопок еще, конечно, не привязал. Мост тоже не вертится. Как сделать, чтобы мост завертелся? Давайте в нашем скрипте, в нашей программе, мы запустим нашу функцию. А помните, как запускать функцию? Пишем ее имя и скобка-скобка. Все. Сейчас без всяких без всяких нажатий кнопок вот эта функция должна запуститься и мост должен запуститься. Отлично. По-моему, вращается он нормально. Можно попробовать, кстати, на него заскочить. Я потеряю время немножко. Не, ребят, что-то для меня это... Так. Как я тестировать-то буду? Нормально. Ладно, будем считать, что все нормально. Или давайте в нашем скрипте сделаем не 0.1, а 0.0.1. Мне самое интересное. Смогу ли я запрыгнуть? Давай. Мост. А он еще ускоряться, небось, начинает. Ну, ладно. Считаем, что за язвезд запрыгнул. Ждем. Первый игровой тест. Мы еще не успели дописать, но мы зато проверили, мост нас может перенести на то место, куда надо или нет. Итак, запускалку моста мы сделали. Давайте я ее сейчас закомментирую. Что это означает? Не буду этот стирать полезный текст, а напишу минус-минус. В языке луа, который используется в роблоксе и во многих-многих-многих-многих других играх используется язык луа, язык луа, заговариваюсь, извините. С помощью двух минусов мы можем любую строчку закомментировать. Эта строчка перестанет работать. Она как бы есть, но видите, она становится серой. Ее программа, ее роблокс пропускает. Ведь как программа начинает работать? Сначала первую строчку выполняет, если на ней что-то есть. Потом вторую, третью, четвертую. И так далее. Так, ладно. Здесь нам нужно. В роблоксе есть такой механизм связывания, ожидания какого-то события. У нас сейчас будет событие, что мы должны затронуться до кнопки. Ладно. Как это написать? Давайте начнем сначала писать с пути до этой кнопки. Workspace. Потом как у нас кнопка называется? Вот. Кнопка мост. Кнопка мост. Потом. Кнопка мост. Так. Кнопка мост. Ну ладно, надеюсь, я правильно пишу. А, нет, 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 нет. Неправильно я пишу. Вот. Touched. Кстати, все события, которые можно прикрепить, мы их можем по такому символу в виде молнии определить. Нажали точку, не написали еще никакого названия, и мы можем вообще посмотреть, что же можно, какие события могут произойти. например, прикреплен child. Ну, например, если бы мы в процессе, если бы это была кнопка, если бы на ней вырастили еще одну кнопочку, или прикрепили какой-нибудь объект, то сработало бы вот такое событие, что кто-то что-то прикрепил. Ну, мы думаю, что разберем все эти события. Но сейчас нам нужно Touched. Touched. И теперь мы должны присоединить. Вот я двоеточие набрал здесь. Видите, везде точка, здесь двоеточие. Connect. Выбираем Connect. И здесь мы должны напечатать либо саму функцию, либо ее имя. Ну, сейчас, чтобы урок был понятным для всех, я просто имя функции, которую мы заранее и уже мы проверили, как работает эта функция. Называется Крути мост. Итак, вот эта строчка что означает? Здесь мы задали функцию. Она не вызывается. Вот мы ее вызывали вручную. Но нам не нужно вызывать вручную. Нам нужно вызывать эту функцию Крутить мост. Начать. Только в тот момент, когда мы дотронулись до кнопки, которая называется Кнопка мост. Значит, Connect. Все. Мне кажется, сейчас должно все работать. Так, ну что ж. Вот, я тронул кнопку и мост пошел. Тронул еще раз, а он все так же идет. Ну что ж, мне удалось. Кстати, вы можете размер моста так рассчитать, чтобы он подходил почти вплотную, чтобы можно было без прыжков перебраться. Урок был бы сейчас завершен, если бы я не захотел добавить какую-нибудь, извините, подляночку. Что мы можем сделать? Мы можем сделать вот что. Стоит игроку перепрыгнуть на мост, запрыгнуть, например, на мост, чтобы скорость моста становилась выше. так. Ладно. Тогда давайте сделаем еще одну функцию. Я ее назову Крути мост быстрее. Быстрее. Как мы его будем крутить быстрее? Например, 0.4. Ну, если что, мне кажется, на 0.4 я уже не смогу запрыгнуть. Крути мост быстрее. И что же у нас должно, что же мы должны коснуться, чтобы мост начал быстрее? Мы должны самого моста коснуться. Он у нас называется мост. Мост 1 даже называется. Вот так. Погодите. Да, все нормально. Мост 1. Потому что может быть несколько мостиков. Итак, добавляем следующую строчку. Все очень похоже на эту кнопку, как мы делали. только не кнопка моста пишем. Мост мост 1. Если кто-то тронул мост, который находится в нашем воркспейсе, вот он мост, тач тронул, коннект и крути мост быстрее. Быстрее. надеюсь, надеюсь, все. Кстати, можно потом к другой площадке, на которой вы приземляетесь. Приземляетесь, что за приземляетесь? Надо, наверное, приземляетесь. Так, я тронул. Давайте пробуем. Одна попытка у меня будет. О, мост как ускорился. Ребята, так, я слетел с этого моста. Не, я теперь положительно. По-моему, у нас только одна попытка есть добраться до этого моста. А, я могу сделать кнопочку. Еще раз тронул кнопку. Смотрите. Я не могу понять. Да, мост медленнее стал. Почему стал мост медленнее вращаться? Потому что, когда мы трогаем кнопку, его скорость становится 0, 0, 1. Сейчас мы на него встали, тронули, и у него скорость ускорилась. Скорость ускорилась, что я вам говорю. Ну, отлично. В общем, я могу перебраться. О, как меня прогоняют. Давайте теперь посмотрим, как настоящая игра бы выглядела. Удаляем бейсплейт. Не забываем закрепить вот эту энкром. А, уже закреплено все. Давайте попробуем, запустится или нет. Вот такие уровни с препятствиями называются в роблоксе Обби. Обби. И есть пример. Там, конечно, попроще все сделано. Вот, нет таких вращающихся мостов. Ну, отлично. Сейчас, знаете, если мы упадем, я смог. А если бы мы упали, то вот герой бы наш умер. Кстати, герой сейчас должен респаунуться в нашу точку респауна. И у нас будет следующий шанс. Так, ну, мы же знаем чит, нажимаем на кнопочку и сейчас мост замедлится. И ждем, пока он замедлится. Я не знаю, я затронул? Затронул. Так, ну, давайте я... Ладно, чтобы не создавать еще один ROR. А как сделать, если вы хотите, чтобы эта кнопка работала по нажатию мышки, по клику мышки? Нужно на нашу кнопку вот этим плюсиком или правой кнопкой правая кнопка Insert Object и мы делаем клик-детектор. Это вот как раз штука, которая будет ждать, щелкнули мы по ней мышкой или нет. Здесь мы ничего не меняем. Ничего не надо настраивать. Идем в скрипт и добавляем просто одну строчку. Вот у нас уже есть крути мост. Давайте теперь сделаем для клик-детектора. Так, это уже удаляем. Перенос пока так. О, клик-детектор здесь появился. Если бы вы не добавили вот эту штуку здесь, вы не смогли бы добавить события по нажатию мышки. Клик-детектор. А дальше, по-моему, все вот как и было. Коннект к этому клик-детектору коннектом присоединяем крути мост. Давайте запустим. Я сейчас не буду никуда моим героям подходить. Я сейчас буду мышкой кликать. Так, кликнул. О, курсор изменился. Не понял. Детектор есть, но мост не движется. почему? Кнопка мост клик-детектор. Нужно еще какой клик выбрать? Клик-детектор. Так, я не помню. Маус клик. Если кликнули мышкой. А здесь уже дальше коннект. Ну вот, отлично. Сейчас должно все сработать. Если что-то непонятно, давайте уроки сначала просто пересматриваем. Все заработало. Я кликнул, мост начал. Причем с первого клика же начал работать. Кстати, теперь такой чит есть. Я могу курсором ловить эту кнопку, пытаться поймать эту кнопку и кликнуть, пока меня вращает. И тогда мост якобы начнет вращаться медленнее. Нажимаем кнопку. Мышка уже. И мост замедляется. Ну ладно, на этом урок закончен. Можете в комментариях писать, какие простые, потому что вначале я буду все-таки простые вещи объяснять. До машинок с ускорениями до роботов с движением мы потихонечку должны дойти, пока вы должны такие азы понять. В общем, можете в комментариях заказывать, что бы вы хотели посмотреть. Ну конечно, подписывайтесь и своим друзьям, которые были подписаны на другие каналы, которые умирают, к сожалению, по роблоксу различные, чтобы они приходили сюда. Все, всем пока. субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok.